Калининский районный суд вынес решение по делу о гибели рабочего при строительстве кадетского корпуса в Чебоксарах. Два года и шесть месяцев условного лишения свободы получил бывший гендиректор стройфирмы Старко. И полтора года тоже условно прораб. Напомню, 7 июля 2018 года во дворе кадетского корпуса имени Кочетова работавший там КАМАЗ провалился в бомбоубежище на глубину более 5 метров. 49-летний водитель погиб. В ходе судебного заседания было установлено, что указанные лица, уклонившись от установленных проектных решений, которые предусматривали демонтаж бомбоубежища, которое было обнаружено на месте строительства будущего кадетского корпуса, решили его не демонтировать, а провели кое-какие укрепляющие работы, что было явно недостаточно и не соответствовало установленным стандартам. Пино подсудимые совершенные преступления не признали, но в то же время прокуратура Калининского района города Чебоксара, которая поддерживала обвинение по данному делу, представила в суд неопровержимое доказательство виновности данных лиц, совершенного преступления. Суд согласился с нашей позиции и назначил наказание руководителю фермы Старкова в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно, а прорабу в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Данный приговор закону силы пока не вступил. У стороны обвинения и стороны защиты имеется 10 дней для решения вопроса об его обжаловании.